Итак, друзья, остается совершенно немного времени, и наши семинары будут заканчиваться, поэтому хотелось бы, чтобы все начатые темы довести до логического завершения. В прошлый раз мы начали семинар «Организация и устройство служения прославления». Сегодня мы продолжим. Я лишь бегло напомню, какой главный вопрос стоял на повестке дня. В церкви существует два человека, от которых зависит атмосфера в церкви и успех в церкви. Это пастор и лидер прославления. От того, как будут складываться отношения между этими двумя людьми, будет зависеть атмосфера в церкви. Если между пастором и лидером прославления будут здоровые, дружеские, сильные, крепкие отношения, церковь будет расти и развиваться. Но если между этими двумя людьми дьяволу удастся забить клин, вся церковь будет от этого страдать. Трещина в отношениях между пастором и лидером прославления проляжет через всю церковь. Кто-то будет поддерживать одного, кто-то будет поддерживать другого. Может быть, это одно из самых уязвимых мест, куда дьявол направляет свои коварные удары. Поэтому мы должны особенно беречь отношения между этими двумя людьми. Первая заповедь гласит «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи». В эпицентре поклонения стоит Бог. И тот же самый Бог стоит в эпицентре служения пастора. То есть в центре служения и лидера прославления, и в эпицентре служения пастора стоит один и тот же Бог. Поэтому этих два человека должны создавать единое духовное пространство, единую духовную платформу, единую духовную арену, на которую выходил бы Бог и служил церкви. Причем мы с вами выяснили, что не проповедь готовит дорогу для прославления, но прославление готовит дорогу для слова. Потому что скиния Давида обслуживала ковчег, в ковчеге были скрижали. Поскольку лидер прославления готовит путь для того, чтобы прозвучало Слово Божье, и пастор, и лидер прославления должны себя видеть в одной команде. И команда пастора, и команда левитов – это не две разных команды, это одна единая команда. Когда руководители это понимают, церковь выигрывает. Служение прославления обеспечивает Божье присутствие. То есть Бога привлекает прославление. Там, где Бога прославляют, всегда приходит туда Бог. Речь обо мне. Кто-то меня прославляет. Когда тебе кто-то говорит в фойе, и ты слышишь, как хвалят тебя, ты обязательно, даже если туалет захотел, ты перехотел, ты пойдешь туда, и ухо туда направишь, а тебе, говорят, тебя хвалят, и тебя прославляют, а ведь приятно же. А мы созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому там, где хвалят и прославляют Господа, это место привлекает Бога, и Бог обязательно пришел. То есть что делает лидер прославления? Лидер прославления готовит путь к Господу и обеспечивает Божье присутствие. Во время прославления, реального прославления, церковь будет реально ощущать, что Бог здесь, Его близость, Его откровенность, вот Он здесь, Его присутствие. И служение пастора обеспечивает тот важный момент, когда тот Бог, которого присутствие мы чувствуем, Он изрекает свое слово. Прославление обеспечивает присутствие Божье, а служение пастора обеспечивает именно тот самый момент, когда Бог изрекает свое слово. Наша вера зависит не от присутствия Божьего, запомните, наша вера зависит от слышания, а слышание от слова Божьего. Ты скажешь, подожди, а Божье присутствие не влияет на веру? Божье присутствие, которое обеспечивает служение, прославление, оно создает все необходимые условия, питательную среду, чтобы наша вера в этих условиях, она могла возрастать. Поэтому между этими двумя людьми, которых Бог поместил в одну команду, не должно быть трещин. От их взаимоотношений зависит судьба церкви. Люцифер, будучи лидером прославления и, оказавшись в конфликтной ситуации с Богом, был дисквалифицирован и низвержен на землю. И тот неудачный план, который он вынашивал на небе, он пытается осуществить на земле. Дьявол ненавидит сильную церковь и сильное прославление. Его просто бесит то, что происходит в живых церквах, потому что он видит свое помазание, действующее в реальных поклонниках. Его ненависть можно понять. Проще говоря, он видит, что в его доме кто-то живет. Он видит, что на его автомобиле кто-то рассекает. Он видит, что все, что ему принадлежало там, принадлежит сегодня людям. Поэтому он ненавидит этих людей, которые вошли в его утраченное наследство. Помазание осеняющего херувима – это то, что Бог раздает своим поклонникам. Он дает им власть, авторитет. И прославляющих он прославляет. Поэтому дьявол ненавидит это все. Он видит себя в прошлом. Я думаю, это самая страшная болезнь. Видеть в чьих-то руках утраченные сокровища. Видеть над чьей-то головой утраченную славу. Видеть в жизни какого-то человека утраченную позицию. Поэтому он наносит сокрушительный удар, пытается наносить сокрушительный удар именно на это важное звено поклонения и прославления. Мы должны особенно понимать это и молиться за это, беречь этих двух людей в церкви и стоять в проломе за них, чтобы никогда дьявол не загнал сюда клиния. И я думаю, что из-за того, что и пастор человек, и лидер прославления человек, а идеальных людей в природе, как вы знаете, не существует, то именно эта неидеальность, именно эта неидеальность иногда срабатывает. Каждый человек имеет недостатки. У пастора свои недостатки, у лидера прославления свои недостатки. Но лидеру прославления всегда кажется, что у пастора больше недостатков. А пастор, естественно, понимаете, он высчитывает, что у лидера прославления больше недостатков. Запомните, недостатки – это та территория, на которых происходит раскол. А сильные стороны – это та территория, на которых происходит объединение. При желании можно недостаток найти и, Господь говорит, даже в ангелах он усматривает недостатки. Поэтому, друзья, я продолжаю говорить о том, как нам защитить эту важную позицию пастор и лидер прославления. И начну с того, что мы должны определить субординацию или иерархию духовной власти в служении прославления. Первая тема сегодняшнего семинара – это субординация или иерархия духовной власти в служении прославления. Вы знаете, когда возникают проблемы, когда возникает внутренний дискомфорт, мы должны научиться себе объяснять. мы должны научиться себе объяснять, что есть что, кто есть кто. И устройство служения прославления для служителей прославления должно быть понятно и ясно, как день. «Всякий дом устрояется кем-либо, а все устроивший есть Бог». В Ветхозаветной церкви главою был Моисей. И Моисей был верный во всем доме. И в Новозаветной церкви главою является Иисус Христос, который поставил апостолов. Апостолы ставили пасторов, а пасторы ставили лидеров прославления. Существует субординация. Существует власть. Существует иерархия власти. Всякий дом устрояется кем-либо. Итак, если наша церковь – это дом, то этот дом кем-то устроялся. Если в твоем городе есть церковь, знай, что эта церковь кем-то устроялась. И давайте согласимся, что церковь устрояется пастором, который получает от Бога откровение, который от Бога получает учение, который от Бога получает видение, которому будет подчиняться вся церковь. Это самое главное. Поскольку служение слова занимает центральное место в церковном служении, мы, левиты, должны объяснить себе, что поклонение – это вспомогательное служение и это инфраструктура проповеди. То есть мы обслуживаем проповедь, мы обслуживаем учение, мы обслуживаем те откровения, которые Бог дал пастору этой церкви. То есть не проповедь готовит путь к прославлению, но прославление готовит путь к проповеди. Не пастор готовит путь лидеру прославлению, но лидер прославления готовит путь пасторскому служению. В зависимости от этого и распределяются роли. Если я главный левит, я должен отчетливо понимать, в чем состоит моя помощь, на самом ли деле это помощь или это абуза. Другими словами, они должны сработаться и научиться играть в пас. Вопрос даже не в том, говорить, кто выше, кто ниже, но мы должны понимать субординацию, мы должны понимать, что есть старшие, есть младшие. Мы должны с вами понимать, что есть первично и что вторично. Потому что служение пастора первично. Вопрос, почему служение пастора первично? Потому что именно с пастора начинается строительство церкви. Писание говорит, вначале было слово. Вначале было слово. А потом было дело. Вначале строительство церкви было откровение, богословие, учение, структурная модель, стратегия. Кому Бог открывал модель церкви? Пастору. Пастор принимал от Бога или от апостолов это учение, эту модель, эту структуру. И только после того, как сформирована богословская теологическая база церкви, на ее сцену выходит лидер прославления, как продукт данной сформировавшейся церковной концепции. Посмотрите. Лидер прославления это есть продукт сформировавшейся церковной концепции. Потому что репертуар зависит от богословия данной церкви. У баптистов свои песни, и песни подчиняются богословию. У католиков свои песни, которые подчиняются католическому богословию. Репертуар пятидесятнической церкви зависит от богословия пятидесятнической церкви. Там не разрешают петь репертуар других церквей. Потому что если репертуар не соответствует богословию, его запрещают. Здесь все понятно. И репертуар данной поместной церкви, и стиль, и жанр, и направление, он должен в полной мере гармонировать с богословием. Не песни диктуют проповеднику, как проповедовать, а сформировавшееся богословие. Всякий дом устрояется кем-либо. А поскольку в начале было слово, то каково слово, то есть каково откровение, каково богословие, таково будет и прославление. Мы должны объяснить самому себе, что прежде чем лидер прославления вышел на сцену, был другой человек, пастор, которому Бог открыл курс церкви, богословие и концепцию. Дальше. Для того, чтобы стать лидером прославления данной церкви, ты должен органически слиться с нею. Это раз. Второе. Признать духовный авторитет пастора. Это два. И встать под его покровительство. Это три. Мы должны себе объяснять, кто мы, где мы и что мы делаем. Я думаю, любой разумный человек, прежде чем согласиться на предложение стать лидером прославления, он знакомится с пастором и с данной церковью. Он знакомится, во что церковь верит и что церковь исповедует. Если богословие этой церкви соответствует твоему мировоззрению, ты соглашаешься. Если нет, ты отказываешься. И если ты соглашаешься, ты должен как минимум согласиться с тремя вещами. Если я лидер прославления этой церкви, она должна стать моей семьей. Я должен слиться с церковью. Я должен сказать, что это кость от костинной. Это моя семья. Если церковь страдает, значит и я страдаю. Если церковь радуется, это я радуюсь. Второе. Я должен, как лидер прославления, признать Божье призвание и духовный авторитет пастора этой церкви. Понимаете, о чем речь идет? Если я признаю духовный авторитет и Божье призвание пастора данной церкви, то тогда я готов работать с ним. Если я не признаю, я играть в такие игры не буду. Это второе. И третье, как следствие, что если я признаю Божье призвание и духовный авторитет пастора, я готов стать под его покровительство. Это три кита, на которых стоит служение, прославление. И никогда этого не забывайте. Дальше. Каков поп, таков и приход. Каков поп, таков и дьяк, и лидер прославления. Это и азбука, и классика церковного устройства. Я думаю, когда мы объясняем самим себе, кто мы, где мы, с чего все началось, то, знаете, истина освобождает нас от всякого раздражения и от всякого непонимания. Мы должны это сами говорить, что не лидер прославления пастора на работу устроил, а пастор пригласил лидера прославления на служение в церкви. И если мы согласились служить, то мы должны понимать, что служение Богу предполагает отношение особенного уровня, отношение завета. И отсюда первое требование лидера прославления – это крещение в Моисея. Мы должны с вами понимать, что лидеру, которого я не знаю, я помочь не могу. Если я не знаком с лидером, то есть с пастором, во что он верит, во что не верит, что ему нравится, что ему не нравится, какими откровениями он движется, какой у него внутренний мир. Какое у него внутреннее богатство, если я не знаю, что у него внутри, я не смогу помочь ему. А для того, чтобы помочь, я должен разобраться, во что он верит. Я должен знать его симпатии или антипатии. Я должен знать его веру. Я должен знать, чем он восторгается и чем он не восторгается. Что такое крещение? Крещение – это погружение. Если Моисей символизирует моего пастора, то, естественно, не проникая, не погружаясь в мир его ощущений, не погружаясь в мир его переживаний, не погружаясь в мир, внутренний мир его откровений, не ассоциируясь с ним и не объединяясь в свою веру с его верой, я никогда не смогу состояться как помощник или как служитель. Крещение в Моисея – это есть отождествление. Если мой дар, левита, обслуживает служение моего пастора, я, как помощник, должен как можно ближе познакомиться с ним, подружиться, построить доверительные отношения, не только на сцене, но и за кулисами, между служениями и по будням. Во-первых, стать друзьями. Во-вторых, изучить особенности его характера, его культуры и знать его внутренний мир. Знать, что его восхищает, а что его раздражает. Что ему больше нравится, а что ему вообще не нравится. Ты скажешь, для чего это? Да для того, чтобы даже на человеческом уровне максимально гармонически удобные и комфортабельные условия создать, для своего пастора на сцене. Потому что чем больше комфорта, тем больше помазания и свободы. Чем меньше комфорта, тем меньше помазания. А если пастор стоит, и твои действия, как лидеры прославления, раздражают, то есть они идут поперек, они идут вопреки настроению, вопреки вкусам, вопреки тому, что нравится, то, вы знаете, раздраженный пастор, это закрытый человек для помазания. А если я помощник, я должен помогать, я должен облегчить это служение и ускорить сам процесс. Помощник – это не тот, кто висит на руках, а тот, кто поддерживает руки, как Ор и Арон поддерживали руки Моисея. Мы снова вспоминаем ту классическую иллюстрацию. Моисей стоит на горе, а Иисус Новин, он ведет сражение с Амаликом в долине, а рядом Ор и Арон. И когда Моисей поднимал руки к Богу вверх, побеждал Иисус Новин, побеждал Израиль. А когда руки Моисея опускались, тогда побеждал Амалик. Та же самая картина в церкви. Если руки пастора подняты вверх, то побеждает церковь, побеждает христианство и побеждает Царство Божие. Если руки устают, опускаются, то побеждает мир, дьявол. И задача лидера прославления не висеть на руках, а задача, как была у Ора и Арона, поддерживать руки. Именно это главная задача лидера прославления. Задача лидера прославления поддерживать руки свою Моисею. А помощь – это облегчить тяжесть и создать ощущение комфорта и защищенности, ибо комфорт на сцене умножает помазание. Только в этом случае будет побеждать Израиль, Церковь, наше мировоззрение и Царство Божье. Мы, как левиты, должны исполнять не то, что нам нравится, а то, что устраивает пастор, потому что я ему помогаю. Я обслуживаю его дар. И создавать на сцене максимально благоприятные условия не столько для себя, сколько для того, кому мы помогаем. И главная цель – создать вместе с пастором единое духовное пространство, в котором Бог будет действовать и служить Церкви. Запомните это на всю жизнь. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Если в эпицентре поклонения стоит Бог, если в эпицентре пасторского служения стоит тот же самый Бог, это значит, и поклонение и проповедь – суть единое служение, подчиненное единому Богу. Если в эпицентре поклонения стоит Бог, если в эпицентре проповеди, то центральная тема пасторского служения – тот же самый Бог, это означает, что и поклонение, и проповедь – это суть единое служение, подчиненное одному центру, то есть Богу, его откровениям, его учению, его стратегии и его цели. Бог рассматривает и пастора, и лидера прославления как членов одной команды. Когда мы это сознаем, служение имеет максимальный результат. Если у каждого из нас свое служение, и лидер прославления отказывается понимать пастора, а пастор отказывается понимать лидера прославления, то есть возникает двоевластие, единство разрушается и наступает духовный ступор. Команда пастора и команда прославления – это суть – единая команда, подчиненная единой цели. И до тех пор, пока они будут вместе, церковь будет побеждать и выигрывает. Но если между этими двумя людьми появится трещина, и у каждого будет своя команда, причем эта команда будет подчиняться своему лидеру, это будет как российский двухглавый орел. Царство, разделившееся само в себе, оно не устоит, и церковь начнет лихорадить. Мы должны этого беречься. Это очень опасная ситуация, когда левиты пытаются создать свою духовную территорию, не признающую авторитет пастора. Пастор вынужден создавать свою духовную территорию. И церковь ощущает вот эту полярность. И даже если возникает это двоевластие, вопрос, как вы думаете, даже при самой невыгодной ситуации, какую территорию предпочтет Бог? Конечно, территорию Слова Своего. Потому что это область приоритетов и первичных категорий. Вначале было Слово. И Бог Своё Слово превознес превыше всех других имен. И, друзья, вопрос не в том, как Бог будет разруливать ситуацию. Вопрос в том, как нам обойтись без разруливания. Мы сегодня не хотим говорить, на чьей стороне будет Бог. Бог сам разберется. Вопрос, как нам обойтись без этого разруливания. Как нам обеспечить условия, чтобы в церкви не было двоевластия. Чтобы в церкви не было этих двух команд. Чтобы в церкви не было Авесолома и Давида. Так бы хотелось, чтобы в церкви была единая команда лидерская, которая бы обеспечивала полноценное развитие и полноценное продуктивное служение церкви. Естественно, выяснять свои отношения пастор и лидер прославления должны не на сцене, а за кулисами, в офисе, с глазу на глаз. И, на мой взгляд, между ними однажды должен состояться открытый и честный разговор. Чем отчетливее вы будете понимать, что пастор ждет от вас, что приемлемо в данной ситуации, а что неприемлемо, каким объемом власти вы наделены и каковы границы вашей ответственности, тем меньше будет заморочек и головных болей. Я считаю, что самая лучшая профилактика наших отношений между левитами и пастором – это честный, откровенный разговор. А если точнее, не просто честный, откровенный разговор, а система регулярных встреч пастора и лидеров прославления. Опыт подсказывает, и опыт показывает, что очень часто причиной подавляющего большинства проблем является отсутствие элементарного контакта. У пастора нет времени для встречи с лидером прославления, у лидера прославления не хватает времени для встречи с пастором. А природа не терпит пустоты. Если в этом пространстве не будет откровенности, дружбы, взаимопонимания, знайте, дьявол обязательно найдет людей в церкви, которые всю правду лидеру прославлению расскажут про пастора. И обязательно у пастора найдутся советники, которые всю голую правду расскажут ему о лидере прославления. И они, не встречаясь друг с другом, будут все досконально знать друг о друге. Короче, вот такой радио будет, вот такая станция будет, BBC, когда Баба Баби сказала, и все это рассказали одному лидеру и другому. Дело в том, что со временем у каждого из нас накапливается множество маленьких и больших претензий, о которых другой даже не догадывается. Я говорю, что идеальных пасторов нет, и идеальных лидеров прославления нет. Из-за того, что между ними вакуум и отсутствует система регулярных встреч, у каждого есть претензии. Мне не нравится это, мне не нравится это. И взаимно рождаются другие претензии. А мне не нравится, что пастор вот так себя ведет, вот так и так. Тема не нравится, внешний вид не нравится, крик не нравится, зацикленность не нравится. Хотя я вслух это не говорю, но внутри накапливаются претензии, а претензии вызывают раздражение. И самое отвратительное, что может во время служения происходить, это когда пастор раздражает лидера прославления. А лидер прославления раздражает пастор. Причем они, поскольку духовные люди, они это чувствуют. Нельзя привыкать ко внутреннему дискомфорту. Это болезнь. Так же, как к зубной боли нельзя привыкать. Нужно или гнилой зуб вырвать, или его вылечить надо. И к этим внутренним, неприятным отношениям привыкать нельзя. Претензии рождают беспокойство. Беспокойство рождает напряжение. А взвинченные отношения, натянутые как струны, могут однажды лопнуть. И вы чувствуете, что между этими двумя людьми натянутые отношения, официальные. Они улыбаются резиновой улыбкой. Пастор, я очень рад. Так хорошо, что вы здесь. Но лучше бы вас не было. А пастор, что опять будете петь те же самые песни, да? От сердца? Да. Хорошо. Ну пойте. Претензии. Слушайте, вот отсюда все начинается. Если не будет честных, искренних разговоров, откровенного признания, то эта мина может взорваться. А для того, чтобы избежать этого, нужно чаще встречаться, чаще общаться. Откровенно делиться своими впечатлениями и не бояться высказывать свою точку зрения. Называя вещи своими именами. Это лучше, чем таить это все внутри. Мы должны освободиться от рабства. Мы должны освободиться от комплекса неполноценности. Я считаю, настоящие друзья должны говорить друг другу абсолютную правду. Чем внутри накапливать и таить, чем говорить за глаза, чем на кухне все это говорить, приди и скажи в глаза. Мы должны понимать, что кому много дано, с того много спросится. Мы должны понимать, что каждое слово, которое пастор где-то сказал, неосторожно, его умножат в сто раз и передадут по точному адресату. И потом ты будешь отмываться и говорить, что да вот вы неправильно поняли. Следите за своими словами. Потому что неосторожное слово, неосторожная реплика, грубая шутка, она может просто создать большие-большие проблемы. Итак, в своей книге «Превозноси его» Рон Кеноли описывает 10 типичных претензий пастора в адрес лидера прославления, а также 10 типичных претензий лидера прославления к пастору. Скажешь, интересно, что же там он отметил? Да ничего интересного, то же самое, что у тебя есть. И американцы и латыши одинаково устроены. Мы все из одного теста слеплены. Вы знаете, в туалет ходят и в Америке, и у нас. И я скажу, что претензии или проблемы, с которыми встречаются христиане там, на том материке, и у нас приблизительно одни и те же. Мудрые лидеры – это самокритичные люди, которые смело берут ответственность не только за свой успех, но и за свои ошибки. Сильные люди или лидеры – это люди, которые открыты для исправления и благодарят ближнего за коррекцию. Они не обижаются и не оправдываются. Почему иногда не хочется ничего говорить? Потому что, зная, что только подойдешь к человеку, он тебе будет час оправдываться и говорить, что ты не прав, ты не понял. И это отбивает охоту даже что-то говорить ближнему. Это слабость. Это слабость. Знаете, как вот этот скат морской, когда видит опасность, чернильное облако пускает вокруг себя, и электрические разряды. Но мы же, ребята, мы же люди, в конце концов. Не надо пускать вокруг себя какое-то облако и говорить, все, я прав, я прав. Но позволь выслушать в твой адрес мнение постороннего человека. Это же обогатит нас. Давайте освободимся от болезненной реакции того человека, который корректирует нас. Писание говорит, пусть обличает меня праведность. Праведник – это лучший елей, который не повредит моей голове. Мудрые и сильные лидеры – это самокритичные люди. Это самокритичные люди. У меня самый бесприсрастный критик – это моя жена. И плюс мои дети. Вы не знаете, как они меня критикуют? Беспощадно. Поэтому я их точно так же беспощадно критикую. Поэтому у нас бывают иногда очень серьезные разговоры, может быть, на повышенных тонах, но я соглашаюсь на разговор на повышенных тонах, потому что, зная, что я все сказал, они все сказали, мы сделали выводы, это лучше, чем таить бомбу под своим плащом. Давайте быть самокритичными и быть смелыми и мужественными, чтобы выслушать мнение в свой адрес. Мы не должны зашиваться или зарываться настолько, что готовы только слушать похвалу. Говорят, а когда узнаешь, что ты наркоман от похвалы, вот тебе дозу только будут увеличивать. Даже мудрецы говорят, когда тебя сильно хвалят, надо подумать, кто твой враг. Потому что лезть – это яд, который может однажды погубить. Сначала кайф, как наркота, пока он в мозгах, а когда до сердца дойдет, это все погубит. Мы должны понимать, что мы несовершенные. Я не могу говорить, что я стопроцентовый, вот такой супермен, вот пастор безошибочный. Но куча ошибок есть. И слава Богу, что кто-то корректирует. Потому что когда тебя корректируют, тебя защищают от позора. Ну и вот. В этой интересной книжке, в этой интересной книжке, Рон Кенолли вместе со своим пастором Дик Бернелл, они выясняют отношения на страницах этой книжки. Итак, первое – это 10 типичных претензий пастора в адрес лидера прославления. Давайте познакомимся. Первая десятка. Первая десятка. 10 пунктов о лидере прославления, которые волнуют пастора. Я заметил, есть 10 пунктов, касающихся лидера прославления и доставляющих пастору беспокойство. Я сам старался избежать этих вещей, и в результате мои отношения с пастором стали гораздо более плодотворными. Итак, первое. Какую претензию пастор предъявляет лидеру прославления? Не вовремя начинают служение. Знакомо? Я серьезно говорю? Оказывается, я думаю, что это только в Риге. А это в Америке. Представьте, пастор сидит в офисе 10 часов. Тишина. 10 минут 11. Тишина. 15 минут 11. Вы знаете, какое помазание приходит? А тебе объясняют, микрофон не настроили? И ты говоришь, сколько раз я могу вам говорить? Пожалуйста, за час надо приходить. А не за 15 минут. Типичные проблемы. Так об этом надо говорить. Не надо таить. Первая претензия. Это не вовремя начатое служение. Второе. Не вовремя заканчивают. Элементарно. Пастор вышел. На него никто внимания не обращает. Солист как пел, так и поет дальше. И когда он увидел пастора, у него на него еще больше помазания, потому что он еще громче орать начал. Кричать. То есть помазание пришло на него. И пастор стоит, когда он закончит? Мы должны иметь этикет. Пастор вышел. Это означает все внимание. Если он чувствует, что должно продолжаться, он показывает это. И ты продолжаешь. Если нет, все стихает. То есть, вот пока пастора нет, Бог дает максимальную власть лидеру прославления. Как выходит пастор, все, ты приготовил путь, ты отходишь в сторону и смотришь. Если нужно петь, будем петь. Если нет, то нет. И когда пастор в неловком положении. Та-да-да-да-да. Ишь ты, да-да-да-да. Да еще с закрытыми глазами, чтобы пастор ничего не подсказал. Видали такое? Я это видал. Я уже говорю. Потом уже по плечу хлопать придется. Ам-халлелюгия. Культурные взаимоотношения на сцене. Вторая претензия не вовремя заканчивает. Третья. Слишком много говорят до, во время и после поклонения. Когда вместо того, чтобы петь песни, лидер прославления начинает проповедовать. И потом, пастор, а что я делаю? Тогда пастору придется поклоняться. И квиты. Поклонники должны поклоняться. Пастор должен проповедовать. Роли распределены. Четвертый. Петь песни, не подходящие для поклонения. То есть неправильно подобранный репертуар. Опять, если лидер прославления не учитывает характера, не учитывает симпатии или антипатии, вкусов. Мы уже говорили, если бы Банихину на Курсейде спеть, дьявол умри и дьявол засохнили, божья армия по земле шагает. Банихин сказал, уберите это безобразие. И мы бы сказали, какое безобразие, это божья армия, пусть она шагает в Латвии. Музыкальный директор Банихина спрашивает, какие, господин Банихин, какие вам песни больше угодны? И он говорит, тогда поет мой друг. Как вам нравится? Мало ли, что я могу и гаспел петь. Мало ли, что я могу и рок-н-ролл петь. Ну, я служу вот этому слову, я служу Банихину, и то, что его устраивает, я должен петь, что его устраивает. Потому что если комфорт на сцене, то и помазания больше. Меня удивляет одно непонимание со стороны левитов, когда пастор говорит, мне эти песни не нравятся, он говорит, ну и что? Зато мне нравится. Я вот этой логики не понимаю. Ну, однажды мы его разумеем. Пятый. Иметь неподобающий внешний вид. Знакомая проблема? Пастор с иголочки выходит. Самое лучшее одевает на бэкграунде или где-то здесь стоят люди, как будто, я не знаю, как будто из ночной смены. Ну, почему надо эти свитера какие-то одевать? Почему в джинсах выходить надо? Не потому, что мы стагнаты. Ну, ребята, сюда надо выходить, как на свадьбу, как на день рождения, как, не знаю, на какой-то большой-большой праздник. Потому что я скажу, что одежда говорит о моем отношении к данному мероприятию. Если я вот сейчас оделся, белая рубашка, новый костюм, это говорит о том, что я отношусь к этому семинару чрезвычайно ответственно. Мой внешний вид говорит об этом. И если ты выходишь в неподобающей одежде, это значит, что у тебя вот такое же небрежное отношение к служению. Твой небрежный внешний вид, твой неопрятный внешний вид оскорбляет церковь. Понимаете? Людям приятно видеть на сцене опрятных людей, одетых с иголочки, свежих, умытых, с чистыми волосами, с чистыми башмаками, от которых их пахло дорогими духами. И Дух Святой на дорогие духи приходит. Поэтому давайте уберем неподобающий внешний вид. Дальше. Шестая претензия пастора, лидеру прославлению. Отрываться от настроения собрания и погружаться в мир собственных переживаний. Знакомо такое? Я бы здесь подчеркнул, не погружаться в мир собственных переживаний, а в мир собственных иллюзий. Моя цель – выплеснуть в церковь, найти контакт какой-то вместе. А здесь вас стоит и не поймет. Такой сложный риф. И все смотрят. Свалился с луны или как? Кому-то кажется зазорным петь простые песни. Кому-то зазорным кажутся хоралы. Такие мировые, которые мировые, подтвержденные хоралы. Просто, друзья мои, простота, она никому никогда еще не вредила. Мы должны служить народу и говорить с ним на понятном языке. Я не говорю сейчас о молитве на иных языках, но самое главное – не придумывать таких песен, которые народ не понимает. Вот у себя дома по эти непонятные песни, а народ должен знать. Потому что иногда даже у нас такая проблема с этими, что никто слов не понимает и сочиняет свои. На эту можно тему целый семинар провести. Кто что поет. И пусть жертва это и бокал поэта. И там вы даже не представляете, что в сознании людей, особенно с богатой фантазией, рождается. Перед тобой слоняюсь я. И с бокалом поэта. Я уже не говорю, что дьявол будет в страхе убегать. Один человек после конференции, он так стеснялся. Он подошел и сказал, слушайте, ну я понимаю, вы интеллигентный человек, но зачем такие текста писать? Ну я человек послушный. Я понимаю, что роптать нельзя и бунтовать. Я вот как послушный человек. Я говорю, что вы пели? Ну а я пел. Ну извините, но раз надо, так надо. Дьявол будет срать и убегать. Я говорю, извините, слова там совершенно другие. Дьявол будет в страхе убегать. А что ж вы мне раньше не сказали? Вы представляете, всю конференцию он вот это мочил. Как следует. Поэтому нельзя отрываться от настроения собрания и погружаться в мир собственных переживаний. Пусть наши переживания станут переживаниями церкви. И переживания церкви пусть станут нашими переживаниями. Думаю, что надо печатать сборники, если нет этих экранов. Но каким-то образом нужно объяснять людям текст. Я помню, когда мы были на ДСРе в начале 90-х. Каждую новую песню мы разучивали церковью. Я зачитывал текст. Все записывали. Вслух повторяли. Потом мелодию проходили. У нас были репетиции на базе церкви. Поэтому все те песни, они на всю жизнь запоминаются. Аминь. Так. Седьмая претензия. Вы фиксируете, да? А вы что, пастора что ли? Это претензии пастора? Ну, вы давайте конспектируйте и те, и другие. Миксанете я потом, как следует, на членском. Так. Номер семь. Словесно оскорблять собрание, когда реакция людей не такая, как хотелось бы. Ага-га. Ну, что вы стоите? Что, отморозились, да? Где ваши руки? Где ноги? Если вам не нравится, можете... Я видал однажды такое, что ты наезжаешь на людей? Ну, что, никак не раскочегаришь их? Так если ты кочегар, вали в кочегарку. Здесь должен стоять лидер прославления, который любит людей, уважает людей и приносит благословение людям. Алло, где вы? Что, телефонная станция, что ли? Мы однажды соберем все эти выражения, целый сборник составим, как нельзя обращаться к людям. Мне иногда подходит, пастор, ну зачем вот такое вот говорить? Ну, я говорю, ну я стараюсь тоже не говорить. Но другие-то... Знаете, меня оскорбляют, когда к моей церкви кто-то относится грубо. Так нельзя. Поэтому избегайте грубых отношений. Так. Петь слишком высоко или слишком низко для присутствующих? Восьмая претензия. Представляете, самое отвратильное, когда писклявым голосом, фальцетом... Это очень сильно высвобождает помазание. Со знаком минус. И когда ты сидишь и молишься, Бог, быстрее бы этот кошачий виск закончился. Выбирайте, пожалуйста, песни в своей собственной тесситуре. Чтобы было естественно, натурально. Я, например, в своей тесситуре вот стараюсь петь всегда. Иногда не получается. Следующее. Девятое. Слишком часто, неделя за неделей, повторять одни и те же песни. Я думал, только у нас. А это и в Америке тоже. Группа меняется. Ну, что петь будем? Ну, давай, с краю опять. Жертва Иисуса Христа. Я спасен от огня. Думаю, уже этот огонь уже жарит тебя изнутри. Ну, считайте, сколько раз в месяц прозвучала одна, вторая, третья, пятая, десятая песня. И вы поймете, что если бы пастор проповедовал на одну и ту же тему, столько же раз, сколько вы поете одну и ту же песню, я думаю, разбежалась бы половина церкви. Нельзя эксплуатировать и, как сказать, затирать одни и те же песни. Дальше. Десятое. Строить свои собственные планы. Например, использовать свое положение в качестве ступеньки к заключению контракта со студией звукозаписи. Оба-на. Я думал, это только у нас. Оказывается, и в Америке тоже. То есть, вы понимаете, о чем идет? По-моему, звонок звенел. Ну, вот. Первая десятка была в адрес лидера прославления. И пастор Дик Бернелл вызвал Ром Кеноли и сказал, «А вот теперь, дорогой, давай-ка по всем десяти пунктам исполни 10 заповедей». Я думаю, что самокритичные лидеры, сильные личности, они еще спасибо скажут, спасибо, что подсказали. Я думаю, было бы глупо защищаться, обижаться, отнекиваться. Мы нормальные люди. И мы должны говорить огромное спасибо тем, кто нас корректирует и кто нам помогает. Ну, вот, все говорят нетерпением выслушать. А что же в адрес пастора было высказано со стороны лидера прославления? Кстати, претензий было тоже десять. Ну, как вы понимаете, и лидер прославления, и пастор – это люди духовные, поэтому они косят под Господа Бога и тянут на десять заповедей, что сам Бог десять заповедей дал людям. Здесь пастор лидеру прославления дал десять заповедей, и лидер прославления в долгу не остался, и выдал тоже свою десяточку. Давайте посмотрим. Первое. Когда очевиден недостаток поддержки прославления с кафедры, то есть со стороны пастора. Первая претензия, которую высказал лидер прославления, это была претензия в адрес пастора, который очень редко обращал внимание и респектировал, и благодарил группу прославления и работу самого лидера прославления. Недостаток респекта. Второе. Когда пастор останавливает поток поклонения из-за нехватки времени. То есть идет волна. Очевидное помазание. Очевидное Божье присутствие. И знаете, как механически человек встает, просто как будто шлюзы опускает. Все, стоп. Естественно, возникает некий дискомфорт внутри у лидера прославления, который такими усилиями создавал эту волну, и вдруг все это идет в песок. Конечно, это очень серьезная претензия. И я считаю, что пастор на самом деле должен обладать этим духовным чувством. Не просто останавливать поток, а вливаться в этот поток. Если Дух Святой на самом деле управляет служением, пастор должен быть достаточно духовным, чтобы смело поменять свой репертуар, свой сценарий, свою заготовленную проповедь, а двигаться с Духом Святым. Конечно, для этого пастор должен быть зрелым, смелым и флексибл, свободным импровизацией. Третье. Очень серьезная претензия. Когда пастор и его жена не участвуют в прославлении. Есть такие церкви, где кроме других позиций, там лидер профгрупп, лидер прославления, бухгалтер, есть еще одна должность жена пастора. Я скажу, что на самом деле иногда невоспитанные жены пасторов раздражают всех. Потому что она чувствует себя хозяйкой. Я помню, в одной церкви был. Я стоял на первом ряду, и вдруг, в момент, когда молитва дала, кто-то мимо меня с чашкой кофе идет. И чуть не плеснуло меня. Садится вот так. Чего они так долго поют? И слышу. Я своего друга спрашиваю, что за чудо? А мне отвечает, жена пастора. Она посидела. Было неинтересно, встала и ушла. Считаю его, что это, конечно, криминал. Это криминал, когда жена пастора позволяет себе такое поведение. И я считаю, что не лидер прославления должен ее воспитывать, а пастор. Ибо если пастор не сможет воспитать свою жену, нечего ему воспитывать церковь. Я благодарю Бога, что моя жена меня слушает на проповеди. Что когда я молюсь, она даже под мои руки выходит. Я под ее, не помню когда. Потому что она всегда женские проводит. И насчет поклонения или прославления, слава Богу, что эта претензия ко мне никогда не прозвучит. Потому что мне повезло, что моя жена она на самом деле поклонник. И она любит поклоняться. Так что пасторы, если здесь есть, пасторы, проверьте своих жен. Во время прославления, чтобы к вам никогда не прозвучала эта претензия. Я и дом мой, и особенно жена, мы будем поклоняться Господу. Итак, третья претензия насчет того, чтобы и пастор, и его жена поклонялись Господу в момент прославления. Четвертая претензия. Когда лидер прославления, выслушивает упреки и не слышит благодарности за хорошую работу. Пастор, вероятно, какой-то перфекционист. Надо, чтобы все круто, надо, чтобы все было по стандарту, надо было, чтобы все по мировым расценкам, по мировым уровням. и подтаскивая группу прославления, на неведомые высоты, он забывает даже благодарить за хорошую работу. Отсутствие благодарности. На эту тему мы чуть-чуть позже поговорим более глубоко. Поэтому я, как пастор, обращаюсь к тем, кто здесь, из пасторов, пожалуйста, учтите эту серьезную претензию. Неблагодарность или равнодушие, оно обижает, оно напрягает, оно, если хотите, даже оскорбляет тех людей, которые рядом с тобой на сцене работают в таком же темпе и в таком же ритме, как и мы. Пятый. Когда лидеры прославления просят исполнить что-нибудь без подготовки. Если группа прославления не знает обо всем заранее, то это очень смущает. Потому что никто не хочет выглядеть нетоварно. Никто не хочет выглядеть неловко. Начнешь петь, слова не помнишь, начнут играть, сбиваться, то есть пастор не должен подставлять лидеров прославления или группу прославления, если песню не знают, не надо говорить во имя Иисуса делайте. И они во имя Иисуса ничего не сделают. Следующая, шестая претензия. Когда жена пастора хочет верховодить, но это перекликается. Я слышал еще несколько таких свидетельств, что когда на самом деле жена пастора становится главной жрицей церкви, она везде все говорит, так, ты петь будешь, а ты петь не будешь. Почему? Потому что жена пастора сказала, когда идет вот такой беспредел, конечно, все томятся, все страдают, и от этого, самое главное, что все это видят, кроме мужа. Потому что она тоже мужа вставляет, как следует. И очень жаль, что пастор становится подкаблучником. Пастор не должен быть подкаблучником. Пастор должен быть надкаблучником. Потому что мужу глава Христос, а жене глава муж. Уж в семье пастора этот порядок должен выполняться на все сто процентов. Конечно, это оскорбит любого. Седьмой, когда лидеры прославления не посылают на семинары, конференции, которые могли бы по-настоящему быть полезны. Пастор, который не заботится, о повышении квалификации лидера прославления и служения прославления. Серьезная претензия. Поэтому я беру это на вооружение. Советую всем пасторам брать на вооружение. На самом деле приобщать группу прославления из своей церкви к стандартам, к мировым стандартам прославления. Обратите внимание, я как пастор стараюсь иметь контакты с пасторами, которые на 3-4 порядка выше меня, у которых опыта больше, у которых влияние больше, и я в окружении этих влиятельных пасторов сам, как пастор, повышаю свою квалификацию и возрастаю как служитель. И точно такой же принцип работает относительно и музыкантов, левитов и прославителей. Они должны общаться с такими же поклонниками и прославителями, которые, может, на порядок, на 2-2 выше, для того, чтобы они могли возрастать и профессионально, и духовно. Мы не должны их держать изолировано, вот так вот, внутри своих стен. Мы должны позволить контачить с разными церквами и с разными специалистами. Следующий. Восьмой. Когда не выделяются деньги на качественное музыкальное оборудование. Нам это не грозит. Я думаю, наши музыканты, им повезло, они как у Христа за пазухой. Уж какую огромную долю, какую огромную долю нашего бюджета мы тратим или используем для того, чтобы на нашей сцене стояли самые совершенные, самые последние оборудования. У нас по статье расхода музыкальное служение стоит вторым после телевизионного оборудования. И я думаю, что новым поколениям крупно повезло, потому что у них поп творческий. А в некоторых церквах не буду называть, они с завистью смотрят на нас. Я встречался. Они слюни пускают. Говорят, мы не можем поменять пластик на барабане. Он порванный, мы его клеим. Почему? Пастор говорит, и так хватит. мы на бас-гитаре уже не знаем, как играть, потому что там уже три струны осталось. Как на балалайке. Знаете, если пастор не музыкант, он будет совершенно по-другому рассматривать вот эти вот заявки. Зачем это? Три ящика есть, зачем четвертый? Да это не ящик, это монитор. А и так хватит. Господи, господи, я посмотрел на них, они говорят, как вам везет, как вам классно, потому что вас финансируют как следует. Друзья, поклонение это приоритетное служение. Сам Господь Бог, знаете, сколько тратил на Люцифера? Вы знаете, какой у него плащ был? Там огнистые горы были, там такие бриллианты, там столько драгоценностей было. Уж на чем, на чем экономить, но не на прославлении. Поэтому, пасторы, пожалуйста, не мелочитесь. Будете экономить на прославлении, Бог будет на вас экономить. Скажите, слишком много откровений, давать тоже не буду. Если ты будешь очень щедро вкладывать в прославление, Бог будет щедро в тебя вкладывать, и ты будешь получать огромные-огромные откровения. Следующее, девятое, когда пастор не проводит с лидером прославления достаточного времени, молясь и консультируя его особенно в тяжелое время. То есть, лидер прославления нуждается в общении с пастором, чтобы сверить карты, чтобы посмотреть, что Бог тебе сказал, что Бог мне сказал, чтобы чувствовать себя в одном духовном пространстве. Конечно, здесь разговор идет о зрелых отношениях, о взрослых отношениях, когда мы понимаем, что если мы не попали в струю, если на этом служении мы оказались в противофазах, если ты не понял, что пастор имел в виду, если не было вот этих вот как бы духовных контактов, вы знаете, зрелые люди, они расстраиваются. Я помню, когда наш лидер прославления до того, как ушел, он молился и он откровенно церкви говорил, когда я вижу, что пастор плачет, а у меня нету этих слез, я прихожу домой, я говорю, Господь, я хочу знать, я хочу понимать, я хочу чувствовать пастора и двигаться с ним в одной волне, чтобы когда он плакал, я чувствовал, и я плачу, когда он радуется, чтобы я радовался, когда он духовную брань ведет, чтобы я чувствовал, что я в одной струе в одном пространстве, чтобы мы вместе с ним шли, это позиция лидера прославления, когда он находится в правильном положении. Так и здесь, друзья, нам необходимо встречаться, нам необходимо сравнивать или как-то сверять карты и контакт между этими двумя людьми, лидер прославления и пастор, у них должна быть система регулярных встреч для молитвы, для обсуждения, даже для того, чтобы высказать взаимно друг к другу претензии. Почему так произошло? Почему так не произошло? Таить в себе претензии нельзя, они однажды рванут. И последнее, когда пастор не доверяет лидеру прославления в выборе группы солистов. Ну, здесь у них, наверное, своя тема такая, я, например, никогда не вникаю, я доверяю и музыкальному вкусу, я доверяю уровню профессиональных навыков лидерам прославления, кто там стоит в группе бэкграунд, кто стоит в группе солистов, мы это полностью доверяем и полностью делегируем власть нашим лидерам прославления. И для меня странным кажется, когда пастор участвует даже в этом отношении. Естественно, я, например, предполагаю, что пастор может принимать участие при выборе тех людей, которые перед церковью будут стоять, это в моральном отношении, если кто-то из них, извините, имеет подмоченную репутацию, то в этом плане пастор имеет полное право сказать, этот человек недостоин, ему нельзя здесь стоять, потому что у него либо развод, либо отступление было, или что, все равно, хотите или не хотите, люди, вот этот фронтлайн, на этой линии должны стоять самые образционные, самые посвященные, самые чистые, с чистой репутацией люди, чтобы церковь могла свободно их воспринимать, как открытые шлюзы для помазания, для прославления. Люди сомнительной репутацией не должны здесь стоять. Я думаю, что это одна, всего лишь одна причина, по которой пастор может контролировать выбор солистов. В профессиональном отношении там это уже компетенция лидера прославления и музыкального директора. Ну вот, вот такая вот взаимная, такой взаимный как программа к барьеру. Здесь лидер прославления, а здесь пастор. И тот вот говорил ему одно, этот говорил другое. Я считаю, что жизнь как жизнь и мы, и мы должны, и мы должны в данном случае на самом деле разруливать ситуацию. Разруливать ее таким образом, чтобы, чтобы не накапливалось, чтобы не накапливалось вот это негативное отношение друг к другу. Болезнь легче предупредить. Поэтому изначально мы должны иметь хорошее отношение и очень хорошо познакомиться друг с другом. Наши дары гораздо легче контактят друг с другом, чем наши характеры. А поскольку наши таланты внутри, а характеры снаружи, мы вынуждены сначала прикоснуться с характером человека, а затем уже и с его даром. Требования обоюдные как к лидеру прославлению, так и к пастору во что бы то ни стало, строить отношения, строить отношения, строить отношения, строить отношения, строить отношения, строить отношения, строить отношения. Записали? Молодцы! Евреям 13, 15, 16. Уникальное место. Давайте посмотрим Евреям 13, глава 15, 16 стих. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоприятны Богу. 15 стих говорит непосредственно о служении прославления, жертва хвалы или плод наших уст. А следующий стих говорит о взаимоотношениях тех, кто служит на этой сцене. То есть, здесь говорится жертва хвалы, главная мысль 15 стиха, жертва хвалы, главная мысль 16 стиха, жертва общительности. Не забывайте благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Итак, жертва хвалы напрямую связана с жертвой общительности. Запомните, для того, чтобы служение прославления или жертва нашей хвалы была совершенной и угодной Богу, необходимо прежде нам приносить Богу жертву общительности. Я понимаю, что не всякое общение, не всякое общение приносит нам радость и удовлетворение. Иногда в результате какого-то общения мы должны принести жертву. В жертву свое время, в жертву своей симпатии, в жертву своей амбиции и так далее. Итак, это принципиальное требование. Строить отношения – это правило номер один. Никогда не забывай, что бы ни случилось, иди на сближение и строй отношения. Это требование принципиальное, как для пастора, так и для лидера прославления. Что бы ни случилось, нервный срыв, ссора, обида, какой-то форс-мажор, никогда не дистанцируй. Это Бог говорит. Жертва общительности – это естественная платформа для жертвы твоих уст, для жертвы хвалы. Невозможно на сцене находиться людям во враждебном отношении, находящимся друг к другу, которые могли бы обеспечить Божье благословение. Мы должны с вами понимать, что мы в одной команде. Бог нас не рассматривает индивидуально. Бог нас рассматривает в совокупности. Мы в одной команде. И нам не нужен индивидуальный успех. Вот я круто спел, я вот высвободил помазание. Пастор, ты выкарабкивай себя как хочешь. А пастор, а меня не волнуют ваши песни. У меня вот то ли дело какая-то проповедь. Это детский сад. Это разрушение Божьего дела. Мы должны с вами понимать, что Бог нас рассматривает вместе. Не отдельно, вместе. Поэтому не допускайте вражды. Не допускайте вражды. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, идите на сближение и созидайте или стройте отношения. Это есть, строить отношения, это есть жертва общительности. Строить отношения даже, если произошел нервный срыв. Строить отношения даже после затяжной молчанки и нелепых прозрачных намеков. Хотя по-человечески возникает естественное желание дистанцировать. Отойти как можно подальше. Построить высокий забор. Ну, кому из нас не приходило это на ум? Но, увы, это путь для слабых. Сильные противостоят дьяволу твердой верою и побеждают этот соблазн. Дистанцировать легче. Для этого просто ничего не надо делать. А общаться сложнее. И это требует подчас от нас немалых усилий. Мы должны делать не то, что легко, а то, что правильно. Сильные люди способны принести любую жертву во имя великой цели. И, как минимум, это жертву общительности. Я не хочу с ним встречаться. Я слышал, что он обо мне говорил. Я не хочу его видеть. Но он же служит вместе с тобой на одной сцене. Ну и что? Я перед Богом хожу. Тебе не хочется встречаться. Жертва общительности – это когда ты встречаешься с человеком, с которым тебе не хочется встречаться. Ты должен себя взять в кулак. Ты должен перешагнуть через свои амбиции. И ты должен понимать, что если мы не построим с ним отношения, мы нанесем ущерб делу Божьему. Не стоит духа манить и изображать из себя обиженного героя. Это не к лицу. Ни одному, ни другому. Внутренний раскол между главными лидерами будет рождать раскол в церкви. Рыба гниет с головы. С головы ее и надо лечить. Так как гнилые отношения рождают и гнилые служения. Давайте я не буду им обманываться. Церковь будет все чувствовать. Знаете, когда голова болит, все тело чувствует это. А если вот здесь вот голова церкви болит, то и вся церковь будет это переживать. А гниль нужно вовремя вычищать. Если мы ничего не изменим, нейтралитет между пастором и главным левитом однажды перерастет во враждебность. Не давайте место дьяволу и вовремя остановите этот процесс. Если пастор превратит лидера прославления в своего врага, а лидер прославления превратит пастора в своего врага, и тот, и другой окажутся в безнадежно тупиковой ситуации. Конфликт – это широкий путь, а быть миротворцем – это узкий путь. Иисус говорит, что многие идут широким путем. Многие пасторы и многие левиты идут широким путем, конфликтуя, обвиняя и разрушая. Но быть миротворцем, идти на сближение и строить отношения – это путь узкий. Писание говорит, что немногие находят этот путь. Но именно этот путь ведет к жизни вечной. Стань тем человеком, который избрал узкий путь. Мы должны строить отношения, а не разрушать. Строить отношения – это значит идти на сближение и сооружать коммуникационные мосты. Давайте согласимся, что кроме недостатков у каждого из нас есть еще и достоинства. Не поленитесь их отыскать. Я понимаю, что тебя раздражает пастор. Я понимаю, что тебя раздражает лидер прославления. Раздражает только потому, что ты фокусируешь внимание на его негативе. Вот он так сказал. Он вот так себя нагло ведет. Он не благодарит. Выключи эту пластинку. И признай, что кроме этих недостатков в нем есть еще что-то позитивное и что-то то, что называется достоинство. Запомните, недостатки – это территория, над которых отношения разрушаются. А сильные стороны и достоинства – это территория, на которой отношения строятся. Никогда в жизни на территорию слабых сторон мы не построим своих отношений. Поэтому первое, что мы должны сделать – принять решение. Принять решение. Отыскать в лидере позитив. Сильные стороны или достоинства. Это первое. Второе. Отыщите это достоинство и подумайте, насколько бы наше служение проиграло, если бы их не было. Окей, какой бы там ни был характер. Ну, давайте согласимся, это дарование. Да, дарование. Способный. Способный. Когда работает это дарование, какой Бог приходит великий. Да. А представь себе, если бы его не было, мы бы проиграли? Да, проиграли. Так если из-за этого дарования наше служение выигрывает, давайте ценить их. Давайте ценить. То, от чего мы выигрываем. И не будем в жертву своим амбициям приносить то, что обогащает наше служение и обогащает нашу церковь. Ведь нельзя же с грязной водой выплескивать и ребенка. После того, как мы оценили эту важность, мы должны найти способ, как максимально раскрыть этот потенциал и это достоинство. А также, как можно максимально использовать этот дар, в результате чего наше служение и обогатится, и поднимется на новый уровень. Профилактические меры или нейтрализация слабых сторон. Окей, мы люди объективные. И в данном случае, для того, чтобы объективно изучать проблему, для того, чтобы справедливо строить отношения, мы должны абстрагироваться и отстраниться и увидеть человека, его сильные и его слабые стороны. Какая задача? Мы хотим, чтобы церковь исполнила свое предназначение. Мы хотим, чтобы церковь могла достичь своей цели. И мы понимаем, что от взаимоотношений этих двух лидеров будет зависеть, пойдет ли церковь до конца или нет. Понимая, какая у нас цель, мы перешагиваем свои амбиции и говорим, я ставлю перед собой цель нейтрализовать слабые стороны моего помощника или моего пастора. Каким образом? Строительство отношений происходит на территории наших сильных сторон, а не слабых. Поэтому я не отказываюсь циклить свое внимание на его слабых сторонах. Согласитесь, мы устаем иногда. Ты слышал, ты слышал, он такое сделал. Он вот такой-всякой. Но у тебя уже тошнить начинает. Что, неужели нельзя другое что-то говорить? Почему мы зацикливаемся на одних минусах? Возьми на зло дьяволу, просто выключи эту тему и скажи, вообще он крутой. Вообще он помазанник. Вообще у него есть призвание. И вообще это классно, что он у нас в церкви. Закрой рот дьяволу и противостань ему твердой верою. Ты спросишь, ну можно без воды поконкретней насчет строительства взаимоотношений? Мой ответ, конечно, можно. Расклад простой. Шаг первый. Оценить достоинство. И второе. Благодарить за это. Вы знаете, нет ничего более эффективного средства, как строить отношения? Кроме похвалы и благодарности. Вот начни хвалить человека, и ты его построишь. Запишите этот тезис. Строительство достоинства – это и есть строительство отношений. Тот, кому удается строить достоинство ближнего, тому удается строить отношения. Невозможно при разрушенном достоинстве построить отношения. Запомните, достоинство равняется отношениям. А моя благодарность и похвала, она строит достоинство. Нет более эффективного лекарства для исцеления отношений, чем благодарность и похвала. Как раз Рон Кеноли об этом и пишет, что кризис отношений между пастором и лидером прославления наступает из-за недостатка похвалы и благодарности. Каждый служитель нуждается в оценке своей работы. Проверьте себя. Если лидер прославления осознает серьезность служения пастора и благодарит пастора за это, он строит достоинство пастора. Если пастор с уважением относится к служению лидера прославления и благодарит его за это, он строит достоинство лидера прославления. А строительство достоинства и строительство отношений – суть единый процесс. Когда ты своей благодарностью, когда ты своим респектом строишь чье-то достоинство, это означает, что ты строишь свое отношение. Разорвать отношения легко. Ты можешь оскорбить, ты можешь унизить, и все. Но для того, чтобы построить отношения, необходима похвала и благодарность. Насколько бы меньше было головных болей и тяжелых бесед, если бы мы не забывали благодарить и респектировать друг друга как лично, так и публично. Отзывы важны. Запомните, тебе кажется, зачем мне это говорить, что он сам не знает. Посмотрите, Господь и так знает, что он весьма хорошо все сотворил. И посмотрел, сказал, весьма хорошо. Сотворил горы, океаны, рыб. И сам говорит, весьма хорошо. Сотворил человека, весьма хорошо. Господь, ну если ты знаешь, что это весьма хорошо, зачем ты еще заставляешь людей говорить, слава тебе, Господь, что весьма хорошо. Слава тебе, Господь, что весьма хорошо. Самооценка это хорошо, но я хочу, чтобы еще была объективная самооценка, чтобы то, что я сделал хорошо, оценил не только я, чтобы оценили и другие люди. Мы созданы по образу и подобию своему. Что, пастор и так не знает, что он хорошо проповедует? Я знаю, но когда мне говорят, как хорошо, мне хорошо. И точно так же, спел новую песню кто-то. Смотришь, хор выступил. Смотришь, какое классное было прославление, пастор слова не сказал. Ты думаешь, что за дела? А ты что, гордый такой? Ты хочешь, чтобы тебя хвалили, да? Да, я хочу, чтобы все хвалили. Ну так вот жизнь устроена. Это этикет, это культура. Я не хочу ходить с разрушенным достоинством. Я хочу, чтобы мой труд оценили. Вы понимаете, какая штука здесь? Если опускаться на обыкновенную грешную землю, банально. Хозяйка, которая приготовила блюдо, ждет оценки гостей. Поверьте, ни пастор, ни лидер прославления ничем не отличаются от этой хозяйки. Все люди устроены одинаково. Что-то сделал, я жду оценки. Пастор что-то сделал, он ждет оценки. И классно, когда на сцене этих два человека, они демонстрируют людям свое внутреннее уважение и свою любовь. И люди в церкви только радуются. Радуются. Похвала и оценка строят взаимоотношения. Отсюда важные правила. Запомните. Разборки происходят там, где нет взаимной благодарности. А там, где благодарность имеет место, там нет места разборкам. Разборка – это продукт неблагодарности. А там, где есть благодарность, там нет разборок. Потому что ты чувствуешь, что работу оценили. И ты чувствуешь, что здесь на самом деле люди понимают, что происходит. Разборки – это попытка силовыми приемами строить свое достоинство. А благодарность строит достоинство естественным путем. Мы все хотим быть достойными людьми. И когда тебя не оценили, разборки-то вот эти, выяснения, тяжелые беседы – это не что иное, как ты уже своими силами говоришь, а вообще, ну, ты если не оцениваешь, ну, я хочу тебе сказать в твоем присутствии, что я свою работу оцениваю. И это круто. Но это ты строишь силовыми приемами. Конечно, ты построишь. Конечно, ты защистишь свое достоинство. Ну, что дальше? Вопрос. А благодарность – это строительство достоинства или созидание достоинства естественным путем. Люди расцветают, когда их благодарят. Люди просто становятся, я не знаю, красивее. Они раскрываются еще больше, когда их благодарят. Поэтому давайте не будем скупыми на похвалу и на благодарность. Мы должны научиться благодарить. И еще, если говорить о благодарности, в основе прославления – благодарное сердце. Уж кто-кто, но мы – левиты и поклонники. Мы должны научиться благодарить. Если мы неблагодарны по отношению к людям, мы никогда не сможем быть благодарны по отношению к Господу. Вот как мы благодарим людей, вот точно так же мы благодарим и Господа. Недостаток человеческой благодарности делает и наше прославление таким же куцым и таким же убогим. Поэтому пусть наши сердца всегда будут благодарными. Благодарными. Любая церковь ожидает здорового, взаимоуважительного лидерства, где лидер прославления выражает искренний респект пастору за его служение, а пастор – лидеру прославления, поддерживая и ободряя, и восхищаясь им. Поэтому нам необходимо, друзья, с вами переходить на уровень отличных, здоровых и порядочных отношений. Повторяю, и пастор – человек, и лидер прославления – человек. У каждого свои недостатки. Мы должны общаться. Не просто общаться, а утвердить систему регулярных встреч, потому что болезнь легче предупредить. Профилактика дешевле курса лечения. Поэтому лучше высказать друг другу в самом начале этого процесса, чем запускать эту болезнь. Дальше. Территория слабых сторон – это территория, на которых рушатся отношения. Территория сильных сторон и достоинств – это территория, на которой наши отношения строятся. Мы должны принять решение, даже при самых конфликтных ситуациях, отрезвиться и во имя большой цели пробуждения сохранить добрые отношения и перешагивать через свои амбиции увидеть в своем лидере или в своем пастыре те дары, которые Бог ценит. И дальше оценить эти дары, респектировать эти дары, благодарить за эти дары. И мы с вами увидим, как расцветут и пастырское служение, и служение прославления. Пусть строительство наших отношений станет строительством нашего достоинства. Наша похвала – это оценка работы, наша похвала строит достоинство, а строительство достоинства и строительство отношений – это суть, единый процесс. Амин! Я хвалю вас! Вы молодцы, что пришли! Вы крутые! Вы вообще, на самом деле, настоящие поклонники! Пусть ваше достоинство будет высоким и полноценным! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ